А тем временем, видите, подул ветерок, да? Нам стало получше. Так или нет? Движемся вперёд. Итак, тонкое тело ума имеет самую нижнюю, самую важную часть. В этой нижней части происходят интересные вещи. Когда энергия кармы выходит с самого нижнего, ил, ил воды, ил озера ума, это карма. Он состоит из изулков, из песчинок кармы. И этот ил, озеро ума, находится прямо вот там, где вот душа, душа, да, мы душа, вот в центре, вот здесь в груди находится душа, вот здесь прямо. Я это видел своими глазами, когда тонкое тело свернулось у человека, осталось только вот душа и тонкое тело вместе. Тело, когда человек оставлял, я увидел это. Вот здесь прямо душа находится. Вот. И вокруг неё шарик вот таких размеров где-то. Этот шарик соткан из энергии кармы, соткан из всех наших поступков и желаний, которые мы совершали за все свои жизни. Понятно, да? Вот. И этот шарик сравнивается с илом на озере ума. Когда из ила выходит песчинка кармы, выбивается влиянием планет, пространства, песчинка кармы, то в это время она начинает влиять не мне на ум, не на моё настроение, как мы думаем. А мы вообще ничего не знаем об этом, что происходит. Оно влияет на других. На других влияет. Вот, допустим, трудности в личной жизни пошли. Почему они пошли? Потому что эта песчинка кармы вышла изнутри и начала давить на окружающих людей. И они начали думать не так, как надо, поступать не так, как надо. Так действует судьба. А потом только до тебя доходит это. Ох ты, а что это произошло? Почему так всё происходит? То есть видите, сквозь толщу воды ума энергия кармы не пробивается сразу. Она сначала действует на окружающих всех, потом на наше здоровье, на самочувствие, а потом уже на настроение и только потом до ума доходит. Понятна система, как работает? Поэтому раньше, чем человек узнал, на него уже бучу начинают гнать, начинают там с работы увольнять, там муж изменяет, жена изменяет, всё, что угодно происходит раньше, чем мы об этом узнали. Почему? Потому что так устроена психика человека. Итак, человек находится в пространстве умственной энергии. Эта умственная энергия создаёт карму или создаёт судьбу. Это пространство психической энергии, в которой мы живём, и по факту мы живём в пространстве ума, а не в пространстве грубого тела, как некоторые думают. Мы в умственном пространстве живём, понимаете? Итак, это умственное пространство или пространство психической энергии человека, оно нас окружает везде. Птицы поют с помощью психической энергии. Кажется, что они как бы звуки издают, грубые. Но на самом деле, если человек прислушается тонким телом, то они почувствуют, что они откликаются в сердце. Птицы поют в сердце, да? Робушки чирикают в сердце, в тонком пространстве. Люди тоже вокруг нас находятся в энергии настроения. То есть мы находимся в тонком пространстве и живём в тонком пространстве. Поэтому карма действует только в тонком пространстве. А в грубом пространстве приходят результаты кармы просто. Плоды кармы приходят. Понимаете, начинается действие кармы в тонком пространстве. И если человек молитву совершает, что он делает? Он глубже, глубже своим сознанием проникает в тонкое пространство, идёт до души. Сквозь вот этот шарик кармы идёт внутрь. Идёт, 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 и в какой-то момент оп! И начал чувствовать, что может пройти, зайти такое-то событие в моей жизни. И так как он об этом узнал, он может опять же с помощью той же самой молитвы препятствовать этой карме. Потому что молитва, духовная энергия сжигает узелки кармы. Только духовная энергия может их сжигать, больше ничего. И праведные поступки. Когда человек хороший поступок совершает, он нейтрализует влияние узелка кармы. Допустим, по карме ему положено голодать. Через 5 лет, допустим, он должен попасть в зону боевых действий и голодать. Как мне вот один человек вчера рассказал, что он просто поехал покупаться на море. Покупаться просто поехал и попал в зону боевых действий. И он сидел там на этом пляже, в этом его охраняли. Он не мог никуда не пойти и ничего сделать. В течение трех суток. Что хочешь, то и делай. А будешь дергаться, вообще расстреляй. И когда человек раздает пищу голодным, кормит птичек, кормит людей бездомных, результат какой, в тот момент, когда плохая карма приходит, его тоже будут кормить. Он находится в не том пространстве, где надо, но ему там дают возможность добрые люди покушать. И он выживает таким образом. Видите, как происходит судьба, как действует? Что она дает возможности, даже в тяжелой ситуации, если мы совершаем добрые дела, творим. Поэтому человек должен совершать добрые дела. Он должен идти дорогою добра в жизни. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, соблюдай режим дня. Хоть и этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Держимся вперед. Итак, смотрите, в этом мире есть направление. И судьба может течь в разные направления. Если человек хочет больше счастья в жизни, его судьба заносит на запад, на западное направление. Если он хочет духовного знания, его судьба несет на восток. Если человек хочет углубиться в понимании себя, его судьба несет на север. Если человек хочет... Нет, не так. Если человек хочет счастья, судьба несет на юг. Если человек хочет богатства, судьба ведет на запад. Если человек хочет духовного знания на восток. А если человек хочет разобраться в себе, то на север подумать. На севере думается хорошо. На юге наслаждается хорошо. На западе хорошо зарабатывается. И на востоке хорошо осознается. Видите, есть стороны света, направление. Понятно, да? Спать лучше на восток, чтобы даже во сне духовная сила увеличилась у человека. Некоторые спят на запад, чтобы деньги были. Некоторые спят на север, чтобы обрести мистические силы, понимать глубже вещи. Некоторые спят на юг для того, чтобы легче было, чтобы расслабиться, чтобы счастье было лучше. Но рекомендуется спать на восток все. Потому что восточное направление, духовное знание, оно облегчает во всех отношениях жизни. Нормально, на северо-востопном. Итак, поехали дальше. Идём вперёд. Пространство имеет стороны света, стороны света имеют свой характер. Планеты расположены все в Солнечной системе как? В одной плоскости. Они не расположены по всем сторонам. Они в одной плоскости крутятся. Эта плоскость называется плоскостью зодиака. Её разделили на 12 частей, потому что заметили, что через каждые 12 градусов сильно меняется характер пространства. В результате планеты рассматривают в этих 12 плоскостях. И они имеют разный характер. Каждая планета по-разному действует на психику человека. В результате получается астрология. Это наука о влиянии планет на характер человека. И на нашу жизнь. И также астрологи заметили, что в тот момент, когда человек рождается, происходит очень сильный хлопок энергетический на его тонкое тело. То есть человек, когда появляется на свет, в это время он теряет защиту матери. И в этот момент пространство, всё, которое нас окружает, так на психике делает печать, ставит печать. И уже дальше вся жизнь человека воспринимается через эту печать. То есть как будто мы в клетке вот этого пространства, этого рождения живём. Человек ходит в клетке, и через него всё, что происходит, через клетку надо пройти. Точно так же, когда человек совершается какое-то событие у нас в жизни, то оно проходит через клетку нашего рождения. То есть понимаете, мы как бы вот этим пониманием рождения, то энергия, то понимание, которое у нас возникло при рождении, мы через него пропускаем всё, что происходит в нашей жизни. И поэтому астрологи заметили это, и они составляют карту рождения человека. И эта карта, она так сильно влияет на нашу судьбу, что фактически все события через призму этой карты легко понять. И поэтому существуют полосы жизни. То есть эта карта рождения определяет всё, что в нашей жизни полосы какие будут идти. Эти полосы идут и состоят из влияния разных планет. Допустим, у меня сейчас идёт период Сатурна. Это означает, что жизнь будет суровая, такая трудная, трудовая, и всё будет достигаться через усилия. У кого-то идёт период Юпитера, означает познание. Эти периоды длительные. Допустим, период Сатурна идёт 20 лет. Перед Юпитера 12, по-моему, или 14 лет. Вот период Венеры 20 лет тоже идёт. Означает счастье в жизни будет, как бы наслаждение. На это направленность жизни. То есть периоды эти планеты дают разные направленности жизни. У одного одна направленность, у другого другая. У третьего третья человек. Когда меняется направленность, меняется жизнь. Поэтому люди чувствуют, что моя жизнь сильно поменялась сейчас. У каждого человека примерно 4-5-6 раз в течение жизни меняется направленность жизни. 5-6 раз всё меняется. Вот у вас, мне кажется, направленность жизни поменялась где-то лет 5 назад. Да, у вас. Сменился период астрологический, другая жизнь пошла. Вот у мужчин, у женщин, вот я говорю уже. У вас, да, год назад где-то поменялась направленность. А у меня Олег Геннадьевич. Это неинтересно, это деятельность сложного эго. Поэтому я даю открытые консультации для всех сразу, чтобы меня не душили. Итак, движемся вперёд. Видите, планеты влияют на тонкое тело. Из глубины песка вот этого кармы или вот этого шарика, который на санскрик называется моха-бхага, то есть сгусток памяти глубины человека, из него выщербляется песчинка кармы, карма-васана, и начинается влияние на нашу судьбу. Неожиданно происходят какие-то события, которые раньше не происходили. Неожиданно это происходит. Карма-васана в секунду вылетает, и начинается событие неожиданное. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, Всё мне ясно стало теперь. Долго-долго спорил с судьбой Ради этой встречи с тобой. Долго-долго плыл за моря, Знаю, это было не зря. Всё на свете было не зря. Не напрасно было. Поменялась карма, раз, и с дверь скрипнула. Неожиданно, да? Он видел, ради кого плыл за моря, да? Вот, то есть, но идея в чём заключается? Происходит по судьбе, как положено. Как положено происходит. И как положено, в то же время, когда положено, заканчивается страдание. Поэтому разумный человек как живёт? Он не беспокоится о том, что происходит что-то тяжёлое, потому что он знает, что это закончится. И когда счастье происходит, он тоже не привязывается, и не думает, что он всю жизнь так будет жить. Он знает, что это тоже закончится. Всё кончается. Призрачно всё в этом миле бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг, между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Смотрите, невежественные люди живут в прошлом. Они скорбят о прошлом постоянно. И ненавидят будущее. Ненавидят всё, что вокруг их окружает. Невежественные люди. Да? Дальше. Страстные люди живут в будущем. Птица счастья с завтрашнего дня прилетела к премьезвеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья с завтрашнего дня. Люди в будущем в страсти живут. Они думают, ну вот сегодня, сейчас я учусь, мне тяжело. Но когда я выучусь, я буду счастлив. Выучился. Ну вот сейчас я выучился. Мне надо устраиваться на работу, мне тяжело. Но когда устроюсь на работу, буду счастлив. Устроился на работу. Но вот когда я смогу, нормально, на работе как бы уже так разовьюсь. Стану там занимать должность, тогда я буду счастлив. А сейчас надо пока работать, тяжело. Ладно, начал занимать должность. Будем по оптимальному варианту идти. Занял должность. Но вот когда я куплю себе квартиру, у меня денежки появились, надо теперь копить на квартиру. Когда куплю квартиру, тогда будешь счастлив. Копим на квартиру. Опять в будущем живем. Дальше. Ну вот когда накопил на квартиру, купил. Ну вот когда детей выращу, тогда буду счастлив. Растим детей. Хорошо, растим, растим, выросли. Но когда они в институте выучатся, тогда буду счастлив. Раз учатся в институте. Хорошо, в институте выучились. Но вот когда у них внуки вырастут, тогда буду счастлив. Раз и умер. Человек в страсти умирает неожиданно. я в этой связи рассказывают классический анекдот про неожиданность бабушка приходит к врачу 80 лет я чё-то сынок не мочусь врач так пообследовался посмотрел говорит бабушка ну все кончилось матча 80 жестокий анекдот да вся жизнь такая жестокая все же кончается в этом исчезли солнечные дни и птицы улетели все заканчивается и так движемся вперед как устроен этот мир смотрите то есть планеты движутся по своей орбите они имеют тонкое тело это тонкое тело планет создает определенное пространство психическую энергию это вышибает карма вас она у нас изнутри и начинается кардабалет или наоборот хорошая карма при выходит есть хорошие кармавасаны и тогда узелки кармы тогда человек испытывает счастье когда плохие страдания испытывают причем есть особенность такая плохие узелки кармы никто не хочет чтоб выходили мы их постоянно сдерживаем и поэтому а так как мы можем влиять сознанием на карму постоянном говорит сидеть сидеть не хочу тебя не хочу допустим человек своровал что-то и он постоянно ходит не хочу чтоб меня раскрыли не хочу чтоб меня раскрыли своровал следующие не хочу чтоб меня раскрыли создаваться воровал еще раз не раскрывают ну классно у меня хорошая судьба вот то есть он в экстазе такое уже все танцует поэтому я хороший еще раз воровал а карма то копится и так как она хлоп копится она поэтому все сильнее давит и говорят жабность фраера сгубила уже ты не можешь дальше уже сдерживать свою карму тебя не хватает благочестия и своровал еще раз и карма вышла и дальше что все вместе сразу вышло наружу погорел все вместе вышло на рудуешь дальше чего небо в клеточку на так понятна система жену допустим бьет муж один раз побил нормально привыкла второй раз побил привыкла третий раз побил раз ушла неожиданно и все и не возвращается и он вернись я все прощу но она не верна не возвращается почему потому что накопилась карма видите как мы склонны плохую карму сдерживать и поэтому все события как у нас происходит хлопком очень жестко перешел с хорошей кармой мы делаем и всегда не вытягиваем наружу больше того есть появились психологи такие которые говорят как вытягивать хорошую карму наружу надо заниматься визуализацией хочу 1000 долларов 1000 долларов вытягиваем наружу хорошую карму до нас появилась жизни 1000 долларов блин к работает система так откуда они появились просто хорошая карма вышла а так как это хорошая карма там внутри резерв нужен для чего для того чтобы аварию не попасть если попал чтобы вылечили если боль заболел тяжелая болезнь найти чтоб врача хорошего из чтобы дети не страдали там чтобы жилье была работа была вот эта хорошая карма она это иншуренс понимаете то есть она как покрывает все там проблемы внутри а мы визуализации занимаемся хочу то хочу все иншуренс весь выходит при статье не остается хорошей кармы там живут несчастные люди дикари на лицо ужасные добрые внутри крокодил не ровится не растет кокос плачет богу молится не жалея слез понятно система нет то есть хорошая карма выходит всегда когда мы хотим нам всегда приходят радости когда я ждешь ну то есть а да и поэтому мы думать что так мало счастья в жизни так много страданий потому что мы счастье все расходуем тратим а страдание копим поэтому страдание много счастья мало страдать не хотим поэтому что человек должен своей жизни делать он должен всегда рассчитывать только на то что бог даст не нужно ничего требовать лишнего в жизни чтобы хорошая карма скапливалась и всегда раскаиваться за свои плохие поступки просить прощения прощать никогда не скапливать плохую карму если кто-то сказать хочет а тебе что-то плохое надо сказать скажите пожалуйста я должен знать об этом если кто-то наказать хочет наказать надо как бы пожалуйста да я виноват хочу исправиться понимаете не не вот закрывать глаза на все а наоборот способствовать тому что плохая карма выходила и тогда у человека будет хорошая судьба допустим руководитель предприятия должен всегда иметь обмен обратную связь со своим подчиненными и не должны всегда высказывать что у нас не так предприятие не значит он должен прыгать прыгать на задних лапках перед ним он должен всегда слушать и говорит я буду стараться исправить таким образом он нейтрализует плохую карму потому что не плохая карма руководителя всегда действует через подчиненных или через правительство точно также правительство надо приходить самому налоговую инспекцию говорит так нам надо правильно жить такие рекомендации вот для бизнесменов существует иди сам в органы проверяющие сдавайся заранее раньше чем они тебя начали проверять и скажи как неправильно все делать я хочу жить правильно объясните мне они объясняют он делать правильно или делает почти правильно но его уже уважают за то что он пришел и расскажет сдался органам правосудия сдался человек должен всегда сдаваться судьбе знаете сдаваться судьбе если человек не сопротивляется ему даже если пистолет в животу поставят он все равно может сохранить себе жизнь если он по-доброму относится к армии представители смерти из представителей смерти представители смерти это злые люди они находятся в руках времени теперь давайте поговорим о том что такое время вот смотрите время бывает двух типов духовное время и материальное время мы души поэтому нас над нас действуют два этих типа времени так как мы души поэтому нам всегда хочется чтоб счастье возрастало и мы верим что счастье будет больше завтра самое лучшие песня не спит а самая лучшая девушка где ты все еще впереди все еще впереди душа так она верит в этот этот мир да что все еще впереди да все еще впереди да впереди что Увеличивается старость, увеличиваются болезни, жить тяжелее становится. Вот что впереди по факту. Но душа на самом деле, она если заниматься начинает духовной практикой, то впереди у жизни только даль, полная людских надежд, дорога. То есть человек начинает чувствовать счастье, когда он в духовную жизнь уходит. Потому что чем больше духовной жизни, тем меньше на тебя действует материальное время. Итак, что такое материальное время? Оно всё старит. Как действует материальное тело на грубое тело? Оно стареет. Постарели мои старики, незаметно, как это бывает. И теперь кто-то с лёгкой руки маму бабушкой называет. «Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую». Видите, как бы старость не мешает любви, так? Любовь, она хоть старость, хоть есть, хоть нет. И всё больше тревожит отец, хоть и делает вид, что здоров. То есть идея в чём заключается? В том, что на грубое тело действует время. Оно вызывает увеличение болезней и старость увеличивает. Понятно, да? На тонкое тело как время действует. Оно увеличивает в единицу времени количество выхода кармавасан. Особенно плохих. Так как хорошие сами выходят, мы их сами вытягиваем. Мы хотим же счастья в жизни, поэтому оно и выходит само. Когда ребёнок очень маленький, карма изнутри почти не действует. Этот шарик не работает, он прозрачный, маленького ребёнка. Он не действует. И поэтому ребёнок маленький кажется душой. Видно его духовные качества. Мать, когда смотрит на ребёнка, что она видит? Она видит в нём душу, чистый и светлый вид. И поэтому она верит в него и является для него ангелом-хранителем. Мать для ребёнка. Потому что она контактирует с ним на духовной платформе. Мать видит душу в своём ребёнке. И ребёнок видит в матери защиту поэтому. Так устроил Бог. Это не заслуга матери. Это Бог ей даёт возможность понять, что такое душа женщине таким образом. Точно так же мужчина в жене видит душу, видит светлое. Потому что женские грехи мужчине не видны. Энергия красоты их скрывает. Женщина смотрит на мужчину, и она ему кажется ангелом. Он думает, господи. Какая чистая и светлая. Так мужчина смотрит на женщину. И видит в ней душу. И она смотрит на меня и думает, хороший человек. Понимает меня, понимает. Женщины по факту тоже часто смотрят на себя в зеркало и думают, господи, какая красивая. Какому-то дураку достану. Дети тоже так считают себя очень чистыми. Поэтому наглеют. Дети не чувствуют своей грекотой. Но женщины часто тоже. И поэтому они красивые. Почему женщины красивые? Потому что они чувствуют, когда женщина начинает чувствовать свои грехи, красота уходит. Но если женщина занимается духовной практикой, она может оставаться красивой и при этом чувствовать свои грехи. Такая женщина называется разумной уже. Она всем приносит счастье своей красотой. И при этом сама очень смиренно себя ведет. Почему? Потому что она понимает, что женская психика и мужская устроены по-разному. У женщины все самое лучшее наружу выходит, а у мужчины все самое лучшее остается внутри. Поэтому женщина знает, что если мужчина снаружи не совсем уж прям подарок, то внутри он все равно хороший человек. То есть она ознакомится с мужчиной поближе, видит, что хороший человек. Хотя снаружи такой, немножко такой, ну сами понимаете, снаружи такой непонятный, а снутри хороший. Она ведь чувствует, что снутри хороший. И поэтому она с ним живет. Вот женщина снаружи хорошая, мужчина снутри хорошая, получается гармония. И то и другое нужно, потому что снаружи надо быть хорошим, все устраивать. Женщины устраивают все в жизни, потому что они покладистые. Они могут заботиться, ухаживать, все организовывать, создавать гармонию в этом мире. Женская энергия очень нужна. Мужчины тоже нужны, потому что они меняют ситуацию в корне. То есть они могут решить проблему. Женщины гармонизируют все на проблему, можете решаться от этого. Мужчина приходит и решает проблему. Сказал все. Сказал мужик, сказал мужик, сделал. Да? Взрослых детей, душу в них видеть также. Но не мучить их. Потому что у женщины есть два свойства. Первое свойство – видеть душу в детях. Второе – вытягивать из них счастье, из их жизни счастье. Женщина таким образом эксплуатирует судьбу детей. Она хочет… Время, материальное время. Это все заканчивает. Двадцать минут у нас осталось. Итак, женщина, смотрите, она имеет два свойства. С одной стороны, она видит душу в детях, а с другой стороны, она хочет наслаждаться их судьбой. Она эксплуатирует их судьбу. Поэтому она хочет, чтобы у детек обязательно у ее детей все было хорошо в жизни. А как хорошо, она сама считает. Не как у них должно быть, а как она сама считает. И это уже вступает в противоречие, потому что дети живут свою судьбу. Не только они живут, как мать хочет, а так, как надо. Поэтому мать начинает третировать их. Она говорит, это нельзя, это то нельзя, это не делай. Я уже так замуж выходила за такого дурака, как у тебя. И уже почувствовала, что из этого получается. Не выходи за этого замуж. Она говорит, мамочка, я его люблю. За кого мне выходить замуж? За дядю Федю, как у тебя? Я такого никогда не полюблю. Вот придет время и полюбишь такого, потому что ты станешь уже разумной. Мамочка, ну я сейчас неразумный. Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день, постречалась с Колюшкой на свое я горюшка. Ах, мамочка, зачем? Ну, то есть человек живет своей жизнью, понимаете, и как бы, что надо мучить своих детей. Поэтому нужна мужская энергия. Муж говорит, отстань от нее, пускай живет как может, все нормально. Жена успокаивается, но все равно думает, как бы поменять судьбу ребенка. Нужна мужская энергия. Женская энергия, она хочет, чтобы у детей не было проблем, а мужская энергия говорит, пускай, нормально, все будет хорошо. Пускай в дерьмо сначала лицом, потом нормально. И создается гармония в результате. Мужская энергия есть? Нету, вот в этом проблема. Итак, поехали дальше. У нас с вами осталось всего 20 минут. Я расскажу сейчас энергию времени, что это такое. Итак, смотрите, у ребеночка маленького карма очень чистая и светлая не выходит наружу. Это не значит, что у него нет кармы, что он святой. Просто у него она не действует. Поэтому ребеночек, он такой милый. И все спрашивают, Олег Геннадьевич, почему до 13 лет у меня ребеночек такой классный был, а по 13 лет непонятно, что с ним вообще пошло. Потому что карма начала после полевого созревания, начинает карма сильно действовать у детей. И он какой был, такой был. Просто это не было видно, не было заметно. А потом поперло все изнутри. Вот и все. Смотрите, как действует энергия времени. Маленькие дети приносят всем счастье. Почему? Потому что через них карма не действует. А чем человек старше, тем больше в единицу времени кармы выходит изнутри. И все более и более тяжелые события сгущаются краски жизни с возрастом. Человека сгибает судьба с возрастом. Почему так происходит? Потому что так действует время. Время так действует. Но это все нужно для того, чтобы человек хоть мытьем, хоть катанием начал заниматься духовной практикой. Если человек не занимается духовной практикой, он не отрабатывает карму, он ее копит. И человек упрямые люди, а не в старости какими становятся? Ворчливыми. Почему? Потому что карма накопилась много, и они смотрят все в таком мрачном свете. Затянулась белотина, гладь старинного пруда, ведь была как буратино, я когда-то мало-то... Помните, вороти на мальчике? Черепаха тротила пела. Вот. То есть такой, наверное, взгляд такой, переместимистичный на мир такой. Ну, что вот как бы все было хорошо, теперь все плохо. Почему? Потому что духовной практики не хватает. Но когда человек занимается духовной практикой, то с возрастом у него счастье все больше и больше становится жизни, а не все меньше и меньше. попытайтесь это понять, поверить в это. Я 20 лет занимаюсь духовной практикой, 20 лет назад я был гораздо несчастнее, чем сейчас, хотя я старею. По факту уже 30 лет. Если не 40. То есть я с 10 лет где-то начал реально работать над собой. Вот. А на свой духовный путь стал где-то 20 лет назад. Поэтому люди, которые занимаются духовной практикой, у них счастье больше в жизни становится. А тело при этом стареет. И количество грехов в единицу времени все равно больше выходит из тонкого тела. Но так как душа переходит на духовную платформу, больше духовной деятельностью занята, поэтому карма не действует. Точно так же, как солнце, когда выходит наружу, вся тьма рассеивается, тьма — это карма. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора, ненастное солнце взойдет. Понимаете, сравнивается тьма с невежеством и с плохими событиями. Человек, когда у него горе наступает, у него как бы шоры на глаза такие, и он ничего не видит, ничего не понимает, он как во тьме живет, ничего не помнит. Когда человек в знании живет, у него ясно, все как день, ясным становится его жизнь. У него просветление наступает внутри, знание сопутствует его жизни, и он чувствует счастье. Солнце восходит, тю-тю, нету тьмы, так? И еще светлячки в ночь, в ночи, они характеризуют ложные устремления у человека. У него много идей в жизни, всяких желаний, он думает, то и все надо делать, и этим заняться, и то. Когда молиться? Некогда. Веды сравнивают это с светлячками, которые летают во тьме, и они всегда светятся, светлячки делают светлее место. Но они маленькие светлячки, как только солнце восходит в духовной жизни на горизонте судьбы, все светлячки сразу. Видно сейчас светлячки, нет? Днем. Все ложные идеи сразу улетают из жизни. Когда человек духовной практикой начинает заниматься, ему становится легче жить, счастье больше, старость не накрывает его, и он в старости становится мудрецом. Мне мама сказала, вот ты вот так работаешь, у тебя не идет пенсия. Как ты будешь жить в старости? Она меня спрашивает. Я говорю, мама, тебе пенсии хватает? Она говорит, ну нет. Я говорю, а мне будет хватать? Она говорит, почему? Я говорю, потому что у меня другая пенсия. Если я буду к старости духовно развитым человеком, люди будут хотеть, чтобы я жил дальше, и будут помогать мне, заботиться обо мне. И хотят, чтобы я был рядом. вот я когда состарюсь, кто из вас захочет, чтобы я был рядом. Это у меня пенсия гарантирована. Ну то есть, когда человек духовной практикой занимается, то у него нет проблем со старостью. Он всегда всем нужен, всегда востребован. Это лучшая гарантия в жизни. Потому что человек становится мудрым, когда занимается духовной практикой. И люди его жизнь поддерживают. Когда он уходит из жизни, все плачут. когда человек уходит из жизни, не занимающийся духовной практикой. Плачут только родственники. Остальные все думают. Также родственники иногда. Я постараюсь прийти полпятого сегодня. На полчаса раньше начать отвечать на вопрос. Хорошо? Мы продолжаем с вами раскрывать эту тему закон кармы постепенно. И движемся вперед. Я надеюсь, что вы уже в целом поняли, что такое закон кармы, как это все действует. Есть духовное время, все возрастающее счастье. Есть материальное счастье, время, все больше забирающее у нас счастье. Когда человек на духовную платформу встает, он побеждает судьбу. Что вы платочек сняли? ушел, да? Жалко. Голова лучше стала, да? Болит? Затылок? А что вы ночью не спали? Так, давайте я вам дам рекомендации, как заснуть ночью. Первое, что нужно сделать, нужно сделать контрастный душ. Вот, и закончить теплой водой, чтобы прослабило. Второе, что нужно сделать, нужно открыть хорошо окно, чтобы шел свежий воздух. Третье, что нужно сделать, нужно не наедаться на ночь, потому что, когда человек наелся, он не сможет заснуть. Четвертое, что нужно сделать, нужно выпить горячего молока с медом или с сахаром, горячего именно, чтобы расслабило. Если это не помогает, тогда уже конкретные просто рекомендации, допустим, возьмите сухой травы, в лесу сухой травы, сено возьмите и положите под подушку. Сено будет под подушкой, энергия травы усыпляет, расслабляет человека. Сено, когда будет, лежит, как раз. Раньше люди на сене спали. А если аллергия? Тогда не надо. Почему люди на селе спали? Потому что сено расслабляет. Разные стихии по-разному действия. Трава лечит человека на траве, хорошо лежать, на солнце на траве. Трава пролечивает, активизирует функции в организме. Хорошая очень ингаляция травой. А сено расслабляет, успокаивает все функции в организме. Деревья пролечивают хронические заболевания. Когда человек находит свое дерево и стоит рядом с ним, он имеет хроническое заболевание, стоит рядом с деревом час, то пролечивается заболевание. Как найти свое дерево? То дерево, рядом с которым можно долго стоять. Обычно человек стоит возле дерева допустим 10 минут, чувствует, не надо отойти. Он же не может дальше стоять. Но если вы свое дерево нашли, именно дерево понимаете, потому что деревья имеют разные конституции. Даже дерево допустим вам нравится, но из тех деревьев которые нравятся одинаковых надо из пяти одно выбирать и потом вставать именно к этому дереву опять вновь и вновь, потому что разные конституции имеют деревья. Надо, чтобы конституция дерева совпала с вашей. И тогда можно у дерева стоять долго и оно будет пролечивать. Час в день и через пару месяцев хроническое заболевание. до свидания. отталкивать не надо знать, что ли? А это тот самый сорт дерева? вот сначала ищите сорт дерева. Сначала ищите сорт дерева. Сорт дерева должен понравиться. Допустим, мне нравятся березки, допустим. Месяц свои блески по лугам рассыпал стройные березки, стройные березки шепчут что-то ливо. Березки допустим нравится. Или допустим мне нравится допустим клен. Раскудрявый клен зеленый литр резной. Я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен допустим нравится. Или допустим нравится допустим яблони на снегу. Яблони на снегу. Ой рябина кудрявая белая снега. Цветы. Не важно. Все сосели прямо. Понятно да система? куст сиренин нравится. Да вам подходит да. Но стоять не с чем потому что лечат только деревья. Кусты могут давать эмоции настроение. А деревья дают силу. Надо вставать полстому дереву такому спиной и стоять возле них. Итак настраиваемся на святость на святого человека. Можно те кто увидели в алтаре Шилу Пропаду там вот Мурти. Мурти означает вот эта скульптура которой поклоняются. Можно ему мысленно кланяться Шиле Пропаде или святому человеку в вашем храме в каком-то есть везде святыни свои. Священному писанию можно кланяться. Святому имени Бога нарисованному где-то. В вашем уме можно даже чтобы оно было нарисовано. Я хочу наполнять твои наставления. Я хочу быть таким же как ты. Пожалуйста займи меня в служении в себе. Пожалуйста займи меня в служении в себе. Я желаю всем счастья. Потому что святой человек не живет для себя. Он живет на благо других. Всегда. И поэтому я хочу быть таким же как ты. Потому что эта энергия духовная энергия чистоты и бескорыстия и энергия удачи и счастья передается от одного человека к другому. Веды говорят как аромат передается от цветка. Видите подтверждение? Видите? Все полетело. Господь участвует в моей жизни. Заботится о дому. Как аромат от цветка передается человеку. чувствуем запах аромата. Также мы чувствуем святость человека. поэтому святость которая почувствована то есть я чувствую какой-то чистый какой-то возвышенный это означает что моя жизнь уже пошла улучшаться. Это значит что я уже настроен по-другому я уже могу относиться по-другому к детям и воистину воспитывать их к мужу и воистину оставить их возле себя чтобы он не ушел. Святость меняет жизнь. Она создает удачу в жизни. Поэтому единственный способ победить судьбу это настраиваться на чистоту сначала в святых людях а потом во всех людях вообще во всех людях вообще когда появится силы о чем я сегодня и говорил в лекции Шима-дба Готем класс что когда силы появляются то можно уже чистоту увидеть во всех людях особенно в тех кто занимается духовной практикой. Вижу я рассвет в твоих глазах слышу пение птиц твоих словах понимаете так надо относиться к святому человеку надо чувствовать ты приносишь мне рассвет понимаете то есть надо чувствовать чистоту в святом человеке что он приносит рассвет понятно система попытайтесь понять чистоту святого человека и ваша жизнь будет удачной успешной все проблемы будут решаться с помощью этих мыслей о святом человеке кланяться и желать всем счастья так человек должен жить на этой земле я сейчас извиняюсь извиняюсь не начинаем я забыл под музыку понравилось вчера сейчас будем музыку слушать возвышенной личности я буду знакомить с возвышенными людьми разными сейчас вот мы с вами под музыку другого возвышенного человека есть один очень возвышенный вайшна в нашей духовной традиции он когда поет с такой нежностью к людям любовью теплотой относится что все испытывают глубокое счастье когда слушают его пение оно очень доброе я желаю всем счастья я желаю всем счастье я желаю всем счастья я желаю всем счастья я желаю всем Я желаю всем счастья. 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 Я желаю вам счастья. Аплодисменты.